Всем доброе и здоровое утро! Татьяна начинает этот день с тонометром на пульсе, с ультрасовременным. Ну и сегодня с Владимиром Чекуновым поговорим о давлении, но не у взрослых, а у детей. Владимир, доброе утро! Доброе утро! А во сколько лет вам впервые измерили давление? Ну если говорить лично про меня, то наверное лет в 18. Вот! Нет, наверное в 16, когда мы были на медосмотре в военкомате. Вот, вот! Детям обычно вообще давление особо-то и не имеет. Нет, это не совсем так. Дело все в том, что во-первых у нас дети от нуля до 18 по всем российским законам, и поэтому давление можно измерять от нуля и до 18, то есть у новорожденных тоже давление имеет свои нормы, свои цифры. И здесь хочется, наверное, сделать такой акцент, что естественно, вот каждый вечер доставать тонометр, как могут делать, допустим, люди, страдающие высоким артериальным давлением, ребенку естественно не нужно. Но есть жизненные ситуации, когда, в общем-то, в этом есть определенный смысл. Какие? Это жалобы, это жалобы, естественно. Допустим, у человека болит голова, ему 13 или 14 лет, у него возраст такой гормонально переходящий, из более младшего в более старший пубертатный. И он играл в доту трое суток? Да, он играл трое суток. Почему валит голова? Наверное, давление. Он пил много кофе, он пил энергетические какие-то напитки. Возможно, он был болен, ему использовали лекарственные препараты, которые могут как понижать, так и повышать артериальное давление. Вот, кстати, самым таким, может быть, классическим примером сосудосуживающие капли в нос. Если человек их долго использует, сосуды суживаются, и, соответственно, давление может быть повышено. Опять же, стрессовые ситуации в школе, они тоже не исключены. И, соответственно, у человека может быть слабость, недомогание, головокружение, тошнота, у кого-то даже рвота. Учебникам по голове ему дали, учебникам. Учебникам. Стояние сосудов у детей же по определению должно быть значительно лучше, чем у людей, которые уже... А вы знаете, сегодня огромное количество людей, во-первых, с избыточным весом, с избыточным потреблением соли, с гиподинамией, то есть низкая подвижность, с желанием родителей, причем взять освобождение от физической культуры, от предмета для своего ребенка. И это все приводит к тому, что не тренирована сердечно-сосудистая система и сосуды в частности. И это приводит к ранней гипертонии? Да, это все факторы риска, плюс, если есть наследственность определенная, то у ребенка, возможно, будет повышение артериального давления. Хорошо, гипертония более понятное явление для нас людей, но есть еще и гипотоники, и они с детства гипотоники тоже, это тоже может проявляться уже в детстве. Это когда низкое давление? Это может быть, опять же, в любом возрасте. Конечно, есть разные причины, в том числе хронически серьезные заболевания, болезни почек, когда, допустим, наоборот, давление повышается по руке сердца. Это все имеет определенную, конечно, медицинскую неправильность. Давайте мне тоже померить. Но здесь нужно помнить о том, что большую роль у нас оказывает и работа щитовидной железы, потому что гормоны, в частности, щитовидной железы, они определенно влияют на то, какое будет у нас артериальное давление. Поэтому, если мы видим у ребенка все-таки жалобы, и он действительно жалуется, помимо привычного, давай измерим тебе температуру, в определенном возрасте уже есть смысл, это вот более подростковый возраст, да хотя и в 5, и в 7 лет это может иметь место быть, можно измерить артериальное давление. Но у детей есть нюансы. Вот это, конечно, такой вот портативный тонометр больше для взрослых, на детскую руку он будет не совсем подходящий, так же, как и вот эта взрослая манжета. Дело все в том, что у детей рука меньше, и, соответственно, для них существуют другие манжеты, они более маленькие. И чем меньше ребенок, тем, соответственно, будет манжетка поменьше. Сколько у вас? 136 на 85. Ой, ну нет, ну я не верю вашему тонометру. Это высокое нормальное давление, считается для взрослого. У меня в жизни такое давление не было. То есть до 139 на 89 у взрослого. Все, все, Таня. А, кстати, у ребенка сколько может быть давление в норме? В норме? Но не так, как у нас, ни 110 на 70, ни 120. 110 на 50. У детей нормы зависят от роста, от пола и от возраста. Чем меньше ребенок, тем, естественно, будет давление у него ниже. А, соответственно... Хорошо, он сам низкий. Да, и поэтому, когда вот такая цифра 120 на 80, да, для всех. Но, опять же, если подростку 16 лет, и он низкорослый, а другой высокий, длинный, у них будет разное давление. Есть специальные таблицы, по которым уже специалисты, конечно, определяют норму. А у взрослых так не работает? А у взрослых нет, у них есть определенные градации. Ну, вот у взрослого человека норма считается от 120 до 129. Это систолическое давление, когда сердце сжимается. И когда оно расслабляется, то это 80-84. Это нормальное давление. Получается, что там в определенный момент, 18-19-20 лет давление у всех примерно выравнивается, да? Примерно выравнивается, да. Но, опять же, если есть факторы риска, если есть неправильный образ жизни, то оно имеет свойство повышаться, а далее переходить, естественно, уже в серьезные заболевания, когда нужно принимать препараты. Я правильно понимаю, что детям уже необходимо в первые разы измерять давление в уберзарный период? Нет, вообще, по медицинским показаниям, начиная с трехлетнего возраста, уже даже могут на приеме врачи контролировать эту ситуацию, ну, когда это осмотр идет. Естественно, еще раз акцент на том, что дома каждый вечер измерять ребенку не нужно, только если есть жалоба. Но на это тоже нужно делать вот некий такой свой взгляд, да, туда уводить. Не просто измерять температуру. У него может повышаться действительно артериальное давление. Опять же, оно может повышаться ночью, у него утром может быть кровь из носа, да, вот такая вот ситуация. Это все повод обратиться к доктору своевременно. Все предельно ясно. Есть вопросы у вас, Антон? Нет, нет. У меня тоже нет вопросов, все понятно. Я все измерил. Ты тоже все измерила. Мы уже не дети далеко, поэтому у нас одинаковое давление с тобой. Ведем здоровый образ жизни. Владимир Чекунов, педиатр и эксперт нашей программы, сегодня рассказал о том, какую информацию важно знать родителям про давление детей.